Лисы располагаются на расстоянии 500 метров. То есть, если первая где-нибудь здесь, вторая здесь, третья здесь, четвертая здесь, пятая, допустим, здесь. В Парке Победы открыли охоту на лис, но речь идет не о ловле рыжего животного. Так называют соревнования по радиопеленгации. Мы включаем поемник, настраиваем его и мы должны найти лисы, которые нам нужны. Это легко, да? Ну, как сказать, не очень легко. У нас по подгруппам, вот мы с Арианой Ж12, мы ищем первую и пятую, а вот у нее Ж14. Да, я ищу первую, вторую, пятую. И бакинг. Да. То есть, главное найти все лисы и прибежать в контрольное время. Если опоздал хотя бы на миллисекунду, то время уже просрочено. Хитрым зверем называют передатчики, которые радиоспортсмену должны найти на определенной местности. В данном случае в Копейском парке. Ну, примерно вот в том радиусе у меня громко. Значит, я сейчас нарисую фломастером в ту сторону. Получается, вот в ту сторону пеленг. Отойду подальше, примерно на 100 метров и еще раз нарисую себе какой-нибудь пеленг. И вот так вот три раза сделаю и уже примерно смогу определить, где у меня стоит лиса. Спрятанные лисы отличаются между собой. У них разные номера, которые зависят от количества коротких посылок, по-другому точек. Вот первая она пикает сначала расстояние, и потом первый, один пик. Пик-пик, пик в конце. А потом вторая. У нее в конце два пика. У каждого свой индивидуальный радиопеленгатор в наушниках. И по силе сигнала, по специфическому, они определяют направление. Сперва направление находится на дальних расстояниях, потом специально диаграмма переключается приемника, чтобы на близком расстоянии более точно приемник показал пеленга. Такие соревнования на химике проводят лишь несколько лет. Участвуют команды из Челябинска, Копейска и села Долгодеревенского. Сильными соперниками здесь считаются воспитанники станции юных техников. Один из них – Степан Мартынов. Он в прошлом году стал чемпионом России по радиопеленгации. Копичанин не только без труда находит лис, но и быстро бегает. Мы бегаем в лесу, на природе, мне это нравится. Мы ищем передатчики, которые пищат на определенной частоте, которые мы улавливаем на данном приемнике. Когда лиса найдена, это обязательно нужно зафиксировать, сделать отметку на специальном талоне. На лисе, на компостере стоит номер, допустим номер один. И мы прокалываем на циферке один. Тут вырисовывается определенный узор и на финише смотрят уже, на скольких циферках проколан разный узор, столько лис и считается найденными. Соревнования по радиопеленгации в Копейске шли два дня. Из победителей в своих возрастных категориях сформировали областную сборную. Это 17 человек, 12 из которых – копичане. Все они в конце марта отправятся на первенство России в Крым. Продолжение следует... Продолжение следует...